МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Новости в эфире. В студии работает Алмаз Ашим. Здравствуйте. Касум Жумар Тукаев поздравил казахстанцев с Днём Семьи. Этот праздник имеет особое значение для Казахстана. Написал президент в своём твиттере. Глава государства заверил, что государство будет поддерживать институт семьи и проводить комплексную политику в этом направлении. Любовь, доброта, доверие, уважение. Эти ценности уже три года успешно передают в Алматинском центре многодетных матерей. Сегодня он расширился и имеет в мегаполисе девять филиалов. В них оказывают помощь психологи, юристы, соцработники. И также можно бесплатно пройти курсы и получить полезные для жизни навыки. 34-летняя мать пятерых детей, Женя Абдулла Хзе, долгое время была домохозяйкой. Готовка, стирка, прогулка с детьми, уборка. За каждодневной рутиной время летело быстро. А тем временем ее диплом учителя английского пылился в шкафу. Однажды Женя поняла, надо собраться и пойти работать. Нужно менять свою жизнь. Обратилась за помощью в центр Бахаттеотбаса. И ей тут же предложили вакансию. Теперь она в этом же центре учит английскому языку маленьких детей. За короткое время обучила больше трех тысяч малышей. И получила искреннюю благодарность от их родителей. Многодетных мам быт и проблемы иногда так заедают, что женщины теряют себя как личность. Они даже боятся поставить перед собой какую-нибудь цель. А на самом деле это не страшно. Надо обозначить себе задачу и двигаться вперед. Как говорится, дорогу осилит идущий. Ежедневно в центре Бахаттеотбаса посещают больше 700 женщин. Здесь их знакомят с парикмахерским делом. Делятся секретами самых вкусных блюд мира. Учат кройки и шитью. Мамы обычно приходят сюда с детьми. Им тоже есть чем заняться тут. Шахматы, курсы логопеда, гимнастика и арт-терапия всегда доступны для малышей. Вот эти вот центры, они позволяют каждому из нас, наверное, либо принять участие в оказании помощи, либо принять участие в получении этой помощи. И вот эта взаимоподдержка и взаимодействие такое вот приводит к тому, что эти центры, они действительно развиваются. Они доказали свою необходимость, важность. Также в центре семьи получают бесплатную консультацию психологов и юристов. А тем, кто хочет открыть свое дело, специалисты помогают составить бизнес-план. За три года здесь оказали помощь больше, чем 50 тысячам человек. Сегодня сборная Казахстана по футзалу проведет первый матч на чемпионате мира в Литве. В дебютной игре подопечные Рикардо Кака встретятся с костариканцами. Начало игры в 9 вечера по времени Нурсултана. 15 сентября казахстанцы поборются за выход из группы с Литвой. В субботу предстоит матч со сборной Венесуэлы. В плей-офф выходят две команды, однако шансы будет иметь и третья, если окажется в числе четырех лучших, занявших третье место. Мировое первенство продлится до 3 октября. Сенсация на открытом чемпионате США по теннису. Британка Эмма Радукану в финале обыграла Лейлу Фернандес из Канады. 6-4, 6-3. Радукану занимает 150 место в рейтинге женской теннисной ассоциации. Ей 18 лет, и она впервые в карьере участвовала в U.S. Open. В четвертью... О ситуации по коронавирусу в Казахстане. За сутки от ковида и пневмонии скончались 72 человека. Данные за 10 сентября приводит Минздрав. Между тем, число новых случаев заражения в стране продолжает снижаться. Вирус подтвержден у 3,5 тысяч казахстанцев. Самая высокая выявляемость в Алматы и Карагандинской области. Плюс 869 и 405 соответственно. Свежие цифры по вакцинированным. Первый компонент получили более 7 миллионов казахстанцев. Полностью курс иммунизации прошли почти 6 миллионов. Во Франции акция протеста антипрививочников получила неожиданное продолжение. Во время шествия активистов в Тулузе, выступающих за отмену паспортов вакцинации, которые позволяют свободно перемещаться по городу, демонстрантов атаковала группа людей, которая напротив считает вакцинацию единственным шансом на восстановление привычной жизни. С 9 августа жители республики обязаны предъявить документы о получении прививки или перенесенной болезни, либо предоставить отрицательный ПЦР-тест, в том числе при посещении ресторанов и кино. Тысячи каталонцев прошли маршем через центр Барселоны, требуя независимости от Испании. Акция протеста стала первой с тех пор, как правительство помиловало 9 лидеров каталонских сепаратистов, которые были заключены в тюрьму после неудачной попытки отделиться от королевства в 2017 году, что стало крупнейшим политическим кризисом страны за десятилетия. По данным полиции, на улицы города вышли свыше 100 тысяч человек. Организаторы оценивают эту цифру в 400 тысяч. Политические партии только спорят между собой без результата. И мы, люди, должны делать то, чего они не делают. Тем, кто хочет, чтобы мы отказались от борьбы за самоопределение, о каких обещаниях они говорят, «Каков проект Испании для Каталонии?» Я отвечу – репрессии, репрессии и новые репрессии. В итоге все закончилось столкновениями с полицией. Толпа митингующих начала забрасывать силовиков туалетной бумагой и прочим мусором, что побудило стражей порядка провести десятки задержаний. Талибы заявили, что полностью контролируют Афганистан. Однако фронт национального сопротивления, который объединяет оппозиционные силы, лояльные местному лидеру Ахмаду Масуду, пообещал продолжать противодействовать новым властям даже после падения столиц провинции Паншер. Тем временем в один из крупнейших городов страны Кандагар талибы демонстративно въехали колонной, отметив, что достигли своей цели спустя 20 лет и готовы установить мир во всех уголках Афганистана. Нет ни одной части страны, которая находится вне нашего контроля. У нас есть хорошо структурированный план. Задача нового правительства – выполнить все проекты, которые остались незавершенными. Между тем, Франция обвинила талибов в невыполнении своих обещаний и отказалась признавать их правительство. Они сказали, что позволят некоторым иностранцам и афганцам уехать свободно, но они лгут, заявил министр иностранных дел Франции Жанны Фледриан. Ранее президент Макрон пояснил, что официальное признание талибана зависит от того, как движение будет соблюдать права человека, в частности, права женщин. Больше 250 семей в Мангосталской области спасены от развода. Это личный рекорд судьи Анары Толыгбаевой, которая координирует работу Центра семьи. За два года туда пришло множество пар, стоящих на грани расставания. Алименты, измены, недопонимания. Особенно трудно было в период пандемии, когда замкнутое пространство и отсутствие работы создавало почву для скандалов. Участие и грамотные действия специалистов Центра помогли сохранить брачные союзы. К слову, успешный опыт Мангосталского Центра семьи взяли на вооружение за рубежом. Супруги Оружан и Серик Булатовы уже четвертый месяц в зоне конфликта. И это не из разряда милые бронятся, только тешатся. Ссоры серьезные, причина их тоже не шуточная. Игромания мужчины. Он проигрывает ползарплаты. В итоге денег на воспитание четверых детей катастрофически не хватает. В отчаянии женщина обратилась в центр семьи. Это третья встреча со специалистом. Недавно стала замечать, что деньги у мужа пропадают. Выяснилось, он делает большие ставки в автоматах. Скандалы не помогают. Хочу сохранить семью. Услышала об этом в центре от подруги. Она тоже хотела развестись с мужем, но здесь спасли ее брак. С нами уже провели психологические сеансы. Чувствую, что все у нас будет хорошо. В центре семьи помогают бесплатно. Пары, стоящие на грани развода, приходят сюда все чаще по рекомендации знакомых. Их стараются окружить домашней обстановкой. Казенные стены могут и отпугнуть, считает судья-примиритель Анара Тулыгбаева. Если бы в здании суда открылся данный центр семьи, все равно они бы себя чувствовали неуютно, неудобно. А здесь они себя чувствуют как дома, тем более, когда у них рядом дети. Анара Тулыгбаева работает в судебной системе 22 года. Семь из них судьей. Ее встречи с парами проходят в свободном формате общения. В течение двух часов психологи и медиаторы помогают своим подопечным разобрать проблемные ситуации со всех сторон. Результаты впечатляют. В этом году из 900 пар, подавших на развод, 400 передумали. В 2012 месяце 2020 года у нас в суд поступило 1177 исков только о расторжении брака. Из них возвращено 92. Мировым путем окончено 303. И без рассмотрения оставлено 74. То есть это говорит о чем? В большинстве случаев сохраняется семья. Так как мы после поступления иска в суд, у нас данное исковое заявление поступает первоначально судья-примирителю. Судья-примиритель имеет 10 рабочих дней, в течение которых он может примирить и разрешить данный спор сам. Если же супруги все же решили развестись, то у них есть еще 20 рабочих дней, чтобы все взвесить. И в этот период семьи не остаются один на один со своей проблемой. Профессиональные медиаторы всегда готовы прийти на помощь. Долгожданный клуб в скором времени появится в селе Есельба и Павлодарской области. Его обещают построить и ввести в эксплуатацию уже к концу осени. Клуб жителей села ждали больше двух десятилетий. Прежний деревянный постройки сгорел вместе с несколькими домами во время крупного лесного пожара. С просьбой открыть в селе новые люди обращались во все инстанции. И только в этом году на строительство нового культурного объекта из бюджета выделили более 100 миллионов тенге. В 2007 году, будучи депутатом Райма Слихата, я не раз поднимал этот и другие злободневные вопросы нашего села. И вот в этом году дело сдвинулось. Очень радует, что наконец-то возводят новый сельский клуб. У нас много молодежи живет и старшее поколение. Им негде проводить свой досуг. Наконец, на наши проблемы обратили внимание. Уже построили центральный водопровод, отремонтировали медпункт. Обещают на следующий год заасфальтировать три улицы. Мы, местные жители, тоже стараемся благоустроить родное село. Например, построили мемориал в честь 550-летия казахского ханства. Выделены деньги на 150 миллионов тенге на строительство дома культуры в селе Сильбай. На 100 мест. Полностью оснащенный он будет. В этом году мы закончим. Также в прошлом году в селе Сильбай мы отремонтировали наш медицинский пункт. И мы планируем тоже в селе Сильбай, чтобы закончить все полностью мероприятия. На следующий год отремонтировать внутрипоселковые дороги. Полицейский из Петропавловска Александр Авдонин занял первое место в республиканском конкурсе на знание государственного языка. 42-летний сотрудник ДПС свободно владеет казахским. И это помогает ему при работе с населением. Александр Авдонин инспектор батальона дорожно-патрульной службы. Он родился и вырос в многодетной семье в ауле Озунжал восточно-казахстанской области. Лет 20 назад переехал в Петропавловск. Младший лейтенант полиции свободно владеет казахским языком, чем зачастую и удивляет водителей. Рабочий очень хорошо помогает общаться с людьми, кто даже не понимает русского языка, можно на казахском общаться с ними. Сильно удивляет, что если без акцента еще разговаривает. Своё знание государственного языка Александр оценивает как процентов на 70. Скромничает, говорят коллеги, недавно он занял первое место в республиканском конкурсе «Мен Казахша Суэлеймен», который был организован комитетом языковой политики Министерства образования и науки. В департаменте полиции отмечают сотрудники, активно занимаются изучением казахского, несмотря на свою занятость. Для сотрудников департамента полиции проводятся восьмимесячные курсы по изучению казахского. В них принимает участие 65 групп. У нас работают представители более 20 национальностей, которые стараются внести свой вклад в развитие и популяризацию государственного языка. Участвуют в различных конкурсах и занимают призовые места. В своем ежегодном послании народу президент отметил, что каждый гражданин должен приложить усилия к изучению государственного языка. Это и есть проявление настоящего патриотизма. Нургуль Ахметова, Толли Генеманов, Хабар, 24, Петропавловск. Внимание у футбольных болельщиков в Майами привлекла не сама игра, а кот, который оказался на верхнем ярусе арены. Он не сумел удержаться, зацепился лапами и провисел несколько секунд. За это время фанаты, находившиеся чуть ниже, сумели растянуть национальный американский флаг, чтобы поймать животное. Питомец благополучно приземлился, что вызвало ликование всего стадиона. Мы на этом закончим, немного позже вернемся. До скорого. Редактор субтитров А.Семкин